Вот после вот этого опять вспомнили эту вечеринку у мамы Воскокорина, вот эти вот потраченные практически ни на что огромные деньги. И сразу хочется каких-то других новостей. Ну согласитесь, расскажу вам тогда о настоящем чуде. На лечение тяжелобольного ребенка из Забайкалья неизвестный по имени Степан перевел 10 миллионов рублей. Окей, представляете, родители объявили сбор средств всего неделю назад. И вот теперь всего за один день большая часть денег собрана двухлетнего Санжи. Вот у этого малыша мраморная болезнь костей. Это очень редкое заболевание. В краевой больнице в последний случай регистрировали почти 30 лет назад. Единственный способ вылечить эту болезнь – трансплантация костного мозга. Без него мальчику не дожить и до трех лет. Из-за болезни он может полностью потерять слух и зрение. Всего нужно почти 13,5 миллионов рублей. Столько стоит операция, которая двухлетнему Санжи необходима. Будет проходить эта операция в израильской клинике, где малыша уже готовы вылечить, ждут. Как я сказала, большая часть суммы. Вот как раз из-за этого анонимного благодетеля есть. Деньги перевели на счет клиники. Донором для Санжи станет его родная сестра Даяна. Ей 4 годика. Вот столько деткам придется перенести. Вот осталось только собрать недостающую часть средств. Мама Санжи, Ханда Загдаева с нами на связи. По телефону Ханда, приветствую вас. Скажите, пожалуйста, как вам стало известно о том, что какой-то незнакомый человек перевел вам деньги? И есть ли предположения, кто это мог быть? Здравствуйте. Здравствуйте. Да, мы сегодня узнали эту новость. Буквально утром проснулись. И на сайте Благодарительного фонда Артемки была выставлена как раз эта новость. Совершенно неизвестный нам человек в помощь нашему ребенку, нашему мальчику перевел 10 миллионов. Для нас это была просто невероятная новость. Мы даже сначала не могли поверить. То есть у нас все, кто помогает нам в сборе средств, родственники, друзья, волонтеры, они просто все были ошарашены этим таким вот добрым, чудесным поступком. Это настоящий волшебник, который творит чудеса. У него такое доброе сердце. Нам известно только, что зовут его Степан, правда, Ханда? Да, да. Вот как это известно, там подписано было? Или как нам это стало известно? Откуда вы узнали? Ну вот мы прочитали на сайте Благодарительного фонда Артемка, который у нас взял посуду, и вместе с нами он собирает деньги на лечение нашего сына. Вот, кстати, Оксана Рыбакова, координатор этого благотворительного фонда, у нас тоже на связи. Ханда, вы тоже не отключайтесь, пожалуйста. Сейчас мы у Оксаны спросим. Оксан, приветствую вас. А можно выяснить, кто перевел эти деньги, чтобы можно было поблагодарить вот такого благодетеля? Или строго секретная эта информация, она какая-то анонимная, узнать об этом нельзя? Откуда мы узнали, что это Степан? И есть ли какие-то предположения, кто этот человек? Предположений нет. Мы знаем имя. Этот человек не первый раз помогает нашему фонду для того, чтобы сообщать о том, кто он, необходимо. Ну, его согласие, как минимум. Или его разрешение на это, мы у него не спрашиваем. Оксана, вы говорите не в первый раз, а раньше, сколько раз он такие суммы уже переводил? И были ли такие огромные деньги переведены? Или все-таки были меньше? Конкретно таких не было, но тоже были значительные переводы, которые помогали закрывать сборы детям. Ну, например? Это было, по-моему, около двух или трех раз за этот год. Ну, например, Оксан? В районе двух миллионов были переведены средства, которые были распределены между двумя подопечками. Боже мой, то есть этот человек еще и неоднократно делает такое чудо, помогает деткам выжить и побороть страшную болезнь. Я не могу без трепета даже об этом говорить. И это человек, который желает остаться еще и неизвестным. Если вы нас видите, мы вас благодарим. Я думаю, Ханда, вы тоже захотите обратиться к благодетелю, который помогает вашему сыну. Мы не знаем, кто этот человек, но будем надеяться, что он нас сейчас услышит. Дорогой Степан, я всю жизнь буду молить Бога о том, чтобы у вас все было хорошо. За ваше здоровье, за здоровье всех ваших близких, за то, чтобы у вас было все благополучно. У меня до сих пор, я не могу подоградовать слова моей благодарности и признательности за вас такой вот добрый поступок. Вот вы настоящий волшебник, честное слово. Спасибо большое вам, большой материнский поклон вам. Настоящее чудо. Как сейчас себя маленький Санжи чувствует? Сколько есть времени на то, чтобы собрать недостающую сумму? Порядка трех миллионов рублей, я так понимаю, нужно для операции. Это единоразовая, кстати, операция? Или нужно будет еще раз потом приезжать в Израиль? Сейчас Санжи себя чувствует в целом, внешне кажется, что все нормально. Но вот мы буквально вчера сдавали анализы крови, у нас начали падать эти показатели крови. Гемоглобин, тромбоциты уже ниже нормы. То есть это первые признаки того, что у него начинается ухудшение, и костный мозг начинает у ребенка плохо выполнять свою функцию. То есть вот Степан, он сделал такой шаг, он помог нам обогнать время, которое для нашего ребенка очень дорого. Ну, будем надеяться, что все будет, и время будет работать на Санжи, на его здоровье. Вот видите, как действительно все для этого работает. Оксан, к вам хочу обратиться. Скажите, пожалуйста, сколько еще времени может понадобиться, вот для того, чтобы собрать недостающую сумму? Понимаешь, что нет вот в таких ситуациях, да, вот в благотворительных делах, никогда не знаешь, сколько на это потребуется, но более или менее какой-то промежуток, можно выделить вот промежуток ожидания, за сколько нужно такие деньги собрать? Или что вы делаете для того, чтобы срочно собрать деньги? Могу сказать, что каждый сбор в любом случае индивидуален, и действительно очень сложно делать какие-то прогнозы. Мы очень рассчитываем, что в течение ближайших двух недель мы сможем закрыть этот сбор и отправить ребенка на лечение. Оксана, мы очень надеемся, что действительно в самое ближайшее время вот эта история, которая началась с чуда, она чудом продолжится и чудом закончится. И совсем скоро мы будем разговаривать с мамой уже здорового и счастливого мальчика Санжи, и будем снова благодарить Степана, о котором я думаю, что Ханда вы точно и вся ваша семья не забудете. Спасибо вам огромное. Знаете, так приятно говорить об этом в прямом эфире. Так мало таких новостей, к сожалению, в наше время. На прямой связи с Лайфом был координатор благотворительного фонда Артема Оксана Рыбакова и мама мальчика Санжи, у которого мраморная болезнь, Загдаева Ханда, вот неизвестный благодетель перевел в фонд Санжи. 10 миллионов рублей.